Всем куча, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Undertale Yellow. Мы в прошлой серии с вами начали с мега-путешествия с Мартлет, которое сразу же закончилось крушением нашего плота. Пришлось проходить через пещеры, через шахты, там все такое, но мы все-таки с ней объединились и находимся сейчас в пустыне, около пустынного городка. Лайкосик, ребят, под видосик, авансик, безумнейший приветствует, ребят, не забывайте его ставить, мне будет очень-очень приятно, не поленитесь, буду, ребят, благодарен за поддержку. Отдельно спасибо всем, кто поддерживает меня еще и на Boosty, Безумная благодарность всем, кто там подписывается, всем, кто присоединяется, всем, кто подписан уже не первый месяц и продолжает. Большое спасибо, ребят, а мы поехали начинать. Так, мы тут сохранились на некотором расстоянии от города, потому что это было ближайшее сохранение. Давайте сейчас вернемся туда, по дороге не встретим ни одного боя, правильно? Я не знаю, может здесь бой был ключевой какой-то такой, типа разовый, с цветочком, или что у нас там такое было? Мы тут со всеми вроде как в прошлый раз уже поболтали, если я не ошибаюсь, да? Только я не помню, что было наверху. А, все, понял, почему не запомнил, потому что тут был тупик на данный момент. Так, ну тогда давайте, наверное, отправляться потихонечку. В этот раз я не забываю, что у нас есть бег, да, в прошлый раз я в конце серии только о нем вспомнил. Может ты все-таки согрелся? Ладно, я все еще хочу обняться, но я уже слишком далеко зашел. Игнорируй мое существование, пожалуйста. А, нет, он, типа все, он не хочет ничего говорить, ладно. Новенького. Здесь нам отвечают, что у нас, простите, нет дома. Да, окей, хорошо, верим. И, в принципе, нам остается тройня. Три бочки, окей. Нам остается только отправиться, наверное, вот сюда. Блин, это место очень похоже на храм, который, как его, где ты встречаешься в геноциде, в конце, скажем так, да, который проходишь. Ну, поехали. Мы теперь с Мартлит хвостиком таким будем бегать, ходить вместе. Это что? Ну, как она лежит, интересно. Такая поза прям. Извини, дружище, этот проход заблокирован. Я не сдвинусь, кто бы что ни делал. Тебе не понять. Повадки сильной и независимой. Да, мне точно не понять. Чего, блин? Эй, малявка, тут тебе делать нечего. По крайней мере, пока. Может, однажды за моим пылким тельцем будет лежать великое сокровище. Но пока что тут только пылкая тельца. Мое. Ммм, пылкая тельца кактуса? Чуть-чуть с таким обниматься как не очень хочется. Я бы ей притащил у кого-то другого. Тут, смотрите, тут объедки яблок всякие валяются от нее, судя по всему, да? Каменная ванна, это очень деликатный процесс. Чем больше ты заставляешь меня шлепать своими губами, тем более неровными получит загар. Шлепать губами, это типа говорить, я так понимаю, да? Такими темпами я стану целым. Нафиг градиентом. Да, ага, круто. Продолжай мешать мне, обожаю. Может, ты сдвинишься? Нет, не сдвигается, да? Ну так, на всякий случай, надо прокликать раз десять, да? Чуть поменьше. Мало ли, вдруг что-то все-таки произойдет. Ладненько. А вот сохранение, кстати, в рядашком есть тоже. Колодец. Ну, колодец, да. Колодец желаний дюм. Прихните М в груди, подумайте о чем-то желанном и забросьте ее. А, монеты, наверное, да? Кто знает. Быть может, если много монстров чего-нибудь пожелают, у нас будется. Так, 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 что тут у нас? Блин, я оставил все свои монетки дома. Одолжишь одну? Держи, конечно. Спасибо. Я желаю, что Кловер благополучно вернется домой. Ой, какая лапочка. Теперь на твоей стороне есть я и желание. У нас союзники растут. Кловерс желаний с огромным количеством монет внутри. Не знаю, что это сделать или нет. Возможно, что в будущем это как-то сыграет роль какого-то понятия не имею. Может, просто так по приколу такой небольшой интерактивчик. Такое место подозрительное, как будто типа секретка могла бы быть здесь. Но вроде чего нет. А ну-ка. Деревянное основание и железные гвозди, держащие все вместе. Ой, извини, я опять занудствую. Определенно клевая повозка. Пойдем дальше, я уж насмотрелась. Хорошо. Блин, с ней так весело, так приятно с вами проводить время вместе. Но мне почему-то кажется, что мы скоро разделимся опять по какой-то причине. Нам не позволят с ней долго тусить. Но так приятно так с ней поговорить где-то, покомментируется на что-то. Может, с ней здесь говорить ведь. А, нет, нельзя, ладно. Не хочет. А, погоди-ка, мне кажется, кто-то сюда идет. Я уже в бок пошел куда-то. О, какая походка у нас тут. Ребята, извольте-ка взглянуть. Кто-то новый изъявил желание наткнуться на наш скромный городок. А, это она подзывает. Хоть бы это не было очередной шуткой. Что-то они выглядят не очень дружелюбно. Да, что-то не похоже на сей раз. Какая-то банда, не знаю. Приветики, незнакомцы. Да это выглядит мило. Тот чел, который слева, выглядит вообще недружелюбно. О, привет. Мы просто проходили мимо. Мы не хотим вам навредить, честно. То же самое сказал последний парниша. Скажем так, он теперь един с ветром. О, божечки, вы... Просто шуткую. А ты аж вся встрепенулась. Ты впрямь меня подколол. Не очень смешно с твоей стороны, Эдвард. Смею вас заверить, с нами все пройдет прелестно. Вольно можно утверждать, что ваш страх излишен. Я... Мне кажется, что мы сейчас с ними сразимся, возможно. Но они сами по себе не очень... Не то, что вы плохие. Хотя этот левый, он типа такой дерзкий, грубый, но тоже не злой. Почему вам так сдалось отпугивать каждого встречного монстра? Хотя бы муч никогда границы не переходят. Во-во, никогда. Вот этот вот муч я сразу понял, что это он, и он лапочка. Ну, что ж, было приятно с вами познакомиться, но... Но нам пора это... А ну-ка, постой-ка, девчушка. А, главарь банды, судя по всему, да, это... Мои ребятки доставляют вам проблемы? Ну-ну. Но кто ж так гостей встречает? Непорядок. Зовут Нордстар. Я заправляю этим городком. Не в одиночку, конечно же. Вон эти славные монстрики, моя бригада. А вместе мы... Борзая пятерка. Прямо какой-то у них тут банда на Диком Западе. Наше имя, значит... Бестра... Б, Бестрашие. О, Образцовость. Это какие-то пауэрэнджерсы местные или что? Р, Р, Разумность. З, Задорность. А вместе мы, да? А, Амбициозность. А, блин, по второму кругу пошли. Я, Ясность. С, Справедливость. С, Не вслух. С, Вроде, не знаю, что-то он смутил его. Что ж, теперь, как мы представились, я бы показал тебе и твоей подружке, и твоей дружайке, что здесь... Стой. Твоя дружайка. Это... Человек? Эм. А, что ж, не могу отрицать. Так и знал. Я в этом даже не сомневался никак. Этот ребенок живой, настоящий, взамедлежный человек. Самедлежный. Так что извиняй. Но я не могу упустить этот шанс на миллион. Эд, ребенка сюда. Что-то мне кажется, нам сейчас сразиться придется именно с вот этим Эдвардом, который слева-то. Легко. Не, не надо, не трогай меня. А! А что за звук был? Как игрушка крякнул так. Стойте, зачем он Кловер? А, Кловер? Славное имечко. Вот так, походу, мы и разделимся, да? Отвечая на твой вопрос, Перната, Кловер и я будем заправлять городом. Вот не надо мне тут Пернатой. Ты разговариваешь с Мартли, членом Королевской Стражи. Я могу и доложу Королю Асгару о вашем недопустимом поведении. Интересно, как они здесь к Стражам относятся? Как будто бы они не очень в почете они могут быть для этой банды. Так вообще, ты из Стражи? Хорошая шутка. И я не вижу ничего, чтобы это доказывало. Где броня, оружие, значок? Я оставила все это на посту в Сноудине. Я бы сам не поверил. Пожалуйста, не пытайся нас провести. Он прав. Я правда сожалею об этом, серьезно. Но дело есть дело. Вместе мы будем борзой шестеркой. Он хочет, чтобы мы присоединились к ним. Эй, а как же ровный счет? Тсс. Тсс. Кловер, мне с ними не справиться. Не волнуйся, я во всем разберусь. Изволь, Стар, обязаны ли мы сие совершать? Бедняжка Маркет обескуражена. Не будь занудой, Марай. Когда последний раз что-то интересненькое здесь происходило? В чем-то ты права. Этот город и так полон впечатлений. Особенно сейчас. Пойдем, дружбан. А в этом городе кто-то кроме вас пятерых есть здесь вообще, нет? О, и. Пернато. Добро пожаловать на Дикий Восток. А, я там про Дикий Запад говорил, да, Дикий Восток здесь наоборот. А, нет, все-таки я здесь, смотрите-ка. Бармен, тащи пару корыт холодной воды за счет шерифа. Я сделаю объявление. Оп. У нас где-то утренний, как будто какой-то. Вот этот подстреленок, Кловер. Эй, Стар. Какого хрена ты приволок сюда человека? Сиропа, цыц. Да, я знаю, о чем вы думаете. Но поверьте, Кловер ничуть не новичок. Этот юный ковбой знает свое дело. Просто гляньте на эту шляпу. Ладно, веселье еще никогда никого не калечило. Как будто бы он, я даже не знаю, он в нас родственную душу увидел вдруг. С внешнего вида чисто. И решил, что мы должны быть с ними. Выглядит так, что он фанатично хочет, чтобы мы остались реально с ним и все. Уж нет каких-то сдохов этих намерений. Но странные фанатичные при этом есть. Дина, подлей ко мне. Как тут птички по центру уже плохо стало? Все, никто из толпы меня больше не перебивает. Вот это птички с плохо. Леди джентль монстры. Как Сиропа и сказала, Кловер в самделишный. В самделишный человек. Знаю, поражает. Настоящая диковинка. Сейчас было бы самое время послушаться человеческой жизни из-за первых уст. Но как бы я все знаю и так. Как бы я все и так знаю. Я и сам своего рода человеческий эксперт. Ежели не знали. Началось. И в самом деле началось. Знали ли вы, что люди используют монстров для перемещения? Как пигдать. Большие четвероногие монстры. Они садятся прямо на них. А потом. Они называются лошади стар. А, значит ты лично знакома с таким? То впечатляет. А знали ли вы, что люди еще и огнеупорны? Когда они чувствуют себя достигшими какой-то цели. Они ведут своих монстров прямо в огромный огненный шар. А как это называется? Получается монстры сгорают, да? Большинство монстров не огнеупорны. Стар, ты говоришь, что мою знакомую лошадь... А знакомую лошади убил огненный шар? Нет, я не уверен. Кловер знает. Монстры что там? Кочурятся? В каком огненном шару? Огненное кольцо в цирке в каком-то или что? Или куда? Я что-то нить повествования потерял. Мне перечитать то сообщение? Допустим, скажем, что нет. Чтобы не напрягать. Вот видишь? Все огнеупорны. А еще? Знали ли вы, что... Слушай, Стар, можешь не продолжать. Потому что всем и так ясно, что это правда. Каждое слово. Ха, я так и знал. А я, блин, крут. Не так ли? Ты лучший. Да, единственный для нас риф. Как будто бы она девушка, которая могла бы быть женой этого шерифа. Потенциально. Как будто они выглядят такой парочкой некой. Что ж, начаться с этим мы закончили. Можете расходиться по своим делам. Но при этом он сам по себе как такой, знаете... Немного как ребенок себя ведет, словно. Насчет тебя, Кловер, скоро ты увидишь, что это за город. Я, может, и сам тебе все показал, но... Главное, что есть там, откуда ты родом. Так это свобода. Ходи по городу и болтай с жителями сколь душе угодно. Я буду ждать тебя тут. Маяк не мне, когда подготовишься к тренировке. Окей. Я только что из другого города, я только что болтал там со многими. Сейчас будем здесь походу болтать. Нордстар лучший. Как-то раз бригада строителей сносила здание в новом доме. Но вот терраса. Младенец был рядом со зданием как раз, когда оно начало рушиться. Откуда ни возьмись, появился Нордстар и намотал свое лассо. Он намотал тот небоскреб, даже глазом не моргнув. Их-я, иха. За то, что он спас его жизнь, здание подарило Нордстару 1 миллион монет. Число, число. По-любому. Вот верю прям. Мне интересно, что вот это нам скажет? Здорово, человек. А, понял. Окей, хорошо. Информативно. Вот так знакомство, да? Надеюсь, у тебя нет боязни сцены. Сцены могут быть страшные. Такие деревянные, корчат тебе рожи время от времени. Сцены? Ладно. Ты у нас чего? Чего тебе? Что не так? Что не так? А я вот скажу тебе, что не так. Так, повернулся у нас. Моя жизнь кончена. Потрачена, разбита, стерта с лица земли. Я должен был добиться успеха. Я должен был стать знаменитым продюсером. Знаешь, тем... А знаешь, там, подавать большие надежды. Ну нет, вот понятия не имею, где не туда свернул. Учился с великим трудом, получил среднее общее. Ну что еще надо, а? Пробрался в бронь-шоу в одном местечке Хотленда. Я видел в нем потенциал. И вот однажды подъезжает ко мне тот робот и спрашивает, выпускал ли я уже на сцену кого? Не подумай, я отличный продюсер. Пишу на компе новые зачетные биты каждые выходные. Талант у меня был, но я не мог предвидеть успех. Я сказал тому одноколесному телеку, что дороги в индустрию ему закрыты. Каким же я был идиотом? Он вскоре набрал фан-базу и по-настоящему взорвался. Не буквально, наверное. Глядите, все. Скажу тебе вот что. В жизни бывают такие моменты, когда мы словно теряем над ней контроль. Судьба жестоко проучает тех, кто не следует ее урокам. Воспитая в себе дальновидность и постараясь не задирать нос. Иначе окажешься на моем месте. Запомни мои слова. Я думал, что сейчас будет какая-то достаточно странная такая комичная история. А так-то на самом деле... С мудростью даже, я бы сказал, подошел. Такой одинокий ящик. Я не с ящиком хотел болтать, я бы с этим хотел. В Салуне всегда так много народу. А, это Салун у нас. Видишь ли, сейчас счастливый час. Напитки за полцены. Но поскольку ты не в курсе, для тебя все будет за полную стоимость. Я слово Салун знаю с детства из достаточно забавной истории, кстати говоря. Я смотрел мультфильм про Гуффи, Пита и остальных. Ну, который вот этот вот, типа, диснеевский. Диснеевский, я так понимаю, да? Сериал который. И там была серия про Гуффи, там, отдаленного родственника как раз-таки на Диком Востоке или на Диком Западе или что-то там такое еще. Там Гуффи был чистильщиком. И он в салоне в каком-то, да, в котором, кстати, на всякие стрижки делали, там, и так далее, он протирал буквы. И оказалось, что это не салон, а салун. Там, типа, букву неправильно, там она была грязная, там было не видно. И там все узнали, что это салон, и все начали радоваться, все начали плясать. Я тогда спросил, что такое салон там у взрослых. Мне сказали что-то, типа, место, где мужчины смотрят на женщин. У меня тогда лет 10 было, и я такой, ау... Мне это ни о чем особо не сказал, но я вот так вот это... Такая история с тем словом. Из детства это помню просто. Несколько монстров развлекают себя прекрасной, честной игрой в покер. Да, как я все время... Да, как я все время проигрываю. Так, это что такое за... Скажу сразу и напрямую. Да, я палец. А, палец? Я думал, что это сельдерей какой-то. Или сельдерей... Не сельдерей, блин, а как... Как его, блин, называют? То ли редис? Или... А, редька, да икон, которая вот эта вот. Да, я палец. Я оторвался от прежних оков вместе с храней партией бутылок. Ладно. О, кстати, почтальон. Ты ведь кловер, я прав? Твое имя всплывало пару раз. Хм, что за растерянный взгляд? О, точно же. Я не плету рифмы, я не плету рифмы. Ну да, просто у нашей компании такая политика. Иногда она немного утомляет. Но больше жаловаться не на что. Великолепная работа. Ни за что бы ее не променял. Все же меня кое-что беспокоит. Последние дни только и кричат об этих заправских мобильных телефонов. Уж и не знаю, сколько почталов есть. С его службы еще... Дзинь-дзинь. Ой, уже все? Вот так раз. Мой отдых прошел, не моргнув глаз. Как письма придут тебе в раз, встретимся мы сразу в тот час. Понятно, как отдых прошел. Началась работа, соответственно, политика компании. Все рифмы оплетить. Он пошел в рифму сразу. И улетел. Ну, он сказал, что ему нравится его работа. Всегда радостно. Безумно за те, кто нашел то, что ему искренне нравится. Искреннему по душе. Хотя это нельзя, ты должен быть что-то такое, что будет прям всегда и так далее. Может менять спокойно. Какая у нас тут мадама? С таким шарфиком и змеек. Здорово, здорово, человек. Злини-ка на мой товарец. Крепкого не продам. Эх, а так хотелось. Взрослая газировка. Ее не дает, да? Лечит? Нет. А колечит, наверное, да? Ледовода. Корнепиво. А корнепиво можно, да? Напиток для всей семьи. А взрослая газировка это что? Почему ее нельзя? Деньги есть, если что. Да и тут дороже стоит. Борзый бургер. Махотный крошка бургер. Бургер. 30 х по речи. Я хочу именно это. Я хочу именно это! Я хочу именно то, что мне нельзя. Так, продать. Это бар, а не рыночный базар. Сходи как к Блэк Джеку дальше по дороге, если хочешь поторговаться. О, хорош. Что у него там еще будет? Блэк Джек и... И продажа своих вещей, да? В смысле? Что хочешь узнать? Этот город? Ваши змеи? Могу я уйти? Норд Старт. Так, этот город. О, это маленькое местечко? Здесь довольно весело. Я отслышала, что городок был основан лет пару назад, когда Дюн наконец заявили о себе, ежели зришь, о чем я. Мне стоило бы отзубрить его историю, но Стар не рассказывает о тех днях. Я искал дружескую среду, где могла бы поделиться своими навыками пивоварения, и вот я здесь. Мастыриться в городке особо не к чему. Мастыриться? Мастыриться? В городке особо не к чему, но оттого он только более ослоченный. Каждый день был довольно предсказуем до твоего появления. Не терпится узнать, что Стар там планирует. Ваши змеи? Ха-ха, мне часто задают этот вопрос. Эти малышки мои питомцы, настоящие рептилии, а не монстры. Их зовут Энн, Сэмми и Берт. В подземелье все еще обитают некоторые животные с поверхности, такие как птицы и насекомые. Я нашла этих к западу, отсюда спрятавшись в какой-то расщелине. Некоторые монстры считают, что держать домашних животных это странно, но я думаю, что это мило. Они дают мне возможность поговорить с кем-нибудь, когда дела идут медленно. Я не знаю, ребята, как у меня всегда были такие, знаете, не боязнь какая-то змей, но опасение такой страхники, как и перед пауками, да? Ты боишься просто неизвестного и враждебности. Хотя на деле многие змеи, которые вот, например, дома, они, само собой, там, неядовитые и так далее, и весьма себе спокойно приручаются. Например, я слышал, если не ошибаюсь, про королевского питона, что они там, типа, около полутора метров длиной вырастают, что на самом деле не очень много совсем, и они, типа, добычу они удушивают, но человека они там не удушивают и так далее. Они не кусают, ничего такое, и очень милые и покладистые в принципе. И при этом, они, типа, если боятся чего-то, они в клубок такой сворачиваются, защищаясь тем самым, да? Это очень комично смотрится так. И вот на канале, например, который я смотрю на ютубе, это экзамани называется. Когда смотришь, с какой любовью люди рассказывают о своих, как и увлечениях, да, в данном случае, о хладнокровных животных всяких, там много змей, рептилий всяких и так далее, ну, только они там, в принципе. Начинаешь что-то меньше бояться, они начинают для себя по-другому как-то открываться, начинаешь к этому позитивные эмоции испытывать. У меня вот такое вот, последние полгода где-то сильно в этом плане перестроилось восприятие, например. Мне змеи сейчас многие вот такие вот, как-то, такого плана, они не вызывают никого не ужаса, а вот скорее наоборот, интерес такой, знаете, и когда ты видишь, с какой любовью человек к этому относится, понимаешь, что оно не враждебное к тебе на самом деле бывает все-таки. Не обязательно враждебное, собственно. Вот мне прям очень как-то интересно было такое посмотреть и узнать. Так, Нордстар. Знатный перец, он наш большой и отважный шериф. У меня такое чувство, что он не так крут, как хочет казаться. Но с другой стороны, может, он просто бестактный. Вся его банда одно сплошное веселье, часто закатывает здесь вечеринки. Он определенно знает, какими монстрами себя окружать. Не говоря уже о Сиробе, его подружке детства. Одно удовольствие видеть ее со Старвыходки. А, это которая краски... или нет? Это та, которая здесь была, или которая была там в банде? Когда она приводит сюда свою дочь, а свою дочь в город, то выходит уже двое на одного. Теперь, когда я об этом думаю, что-то я давно не видел с этой негодницей. Нет, судя по всему, это другая. Не та, которая сейчас была в баре. Нам всерьез надо снова собрать всю банду вместе. Так, ну хорошо, выйти. Пока что я не буду ничего покупать, наверное. Раз у нее нельзя крепкое покупать, то мне ничего не надо. Так-с. Здесь у нас просто за сценой можно погулять. Все, что активно... Все, что активно обсуждает. Довольно популярное место. Окей. А с другой стороны то же самое? Да, то же самое. Так, ну давайте на выход, наверное, тогда. Посмотрим, что нас там будет ждать. О, мадам. Эй, человек. В порядке? Угу. Ну, миленькая. Серьезно? Что ж. Ладно. Я извиняюсь за поведение стара. Он очень увлекается человеческой культурой и всем связанным с ней. Связанным с ней. А, понятно. Значит, вот из-за этого он так нас присоединиться к себе захотел. Твое здесь появление чуть с ума его не свело. В смысле, это поражает. Для тебя еще несколько человек попадали в подземелье, но никто из них не доходил до этих песков. Меня зовут Сероба. А, это... Подожди, это все-таки она. Потому что только что говорили, что ее давно не видели. И эта подружка... А, нет, давно не видели... Дочка или... Я чуть запутался с ней дочкой. Так, ладно. Там он говорил, что это вроде подружка его. Я подруга стара. Но не в его бригаде. Это все слишком взбалмошено. Взбалмошено. Не мое. Могу ли я спросить твое имя, Кловер? Добро пожаловать в подземелье, Кловер. Твой наряд удивителен, если честно. Но, эм... Не давлю. Дело твое. Боюсь, стар тебя чуть потаскает по своим развлекухам. Но полагаю, тебе есть куда идти, верно? Замок. Барьер. Ты, наверное, хочешь домой. Если честно, я уже давненько не видела стара таким. Думаю, тебе стоит поразречь его немного. Подыграть ему. Рано или поздно он сам тебя отпустит дальше. Что ж. Удачи, Кловер. Блин, миленько все-таки здесь, а? С теплыми эмоциями так это все. Тюрьма. Рядышком теплые эмоции. Такое, оп, тюрьма. Оно с сердечком. Смотрите, здесь коверчик с сердечком. Не лота. Давайте в тюрьму. Ой, Мартлет. Ха-ха, ты че тут забыла? Ковер, я знал, что могу на тебя положиться. Так, как насчет того, чтобы вытащить меня отсюда? Шансик есть? Нет, прости. Скоро. Надеюсь. Спасибо за этот позитивный настрой. Все это супер смехотворно. В любом случае. Как там того шерифа? Нордстар зовут, да? Ну и урод. Я пыталась за тебя вступиться, правда. Но его хулиганы были слишком сильны и закинули меня сюда. С учетом этого факта не думаю, что это можно решить будет силой. Должен же быть здесь хоть кто-то рассудительный. Кто-то, кто поймет, что все это несправедливо и выпустит меня. И когда это случится, я... я... Кого я обманываю? Даже властью злоупотребить не смогла или хоть что. Я тут распинаюсь, да? Но мы-то загнаны в угол. Если Асгар или кто-либо из старшей прознает о тебе, это конец. Ну, Нордстар, похоже, полон энтузиазма. Сможешь ему подыграть, дабы расположить к себе и выпустить меня? Или, не знаю. Просто держи себя в руках. Я буду здесь. Ух, ну что за денек? Ну, я не сомневаюсь, что ты будешь здесь, в принципе, какой-то ты денешься. У меня есть что-то вопрос. Меня не помню. Она знает, что Асгару нужны человеческие души, и что как бы он нас крякнуть хочет. У меня вот этот вопрос. Мы справимся с этим пловер, я знаю. Хорошо. А ты кто такой? Вытащи меня отсюда, малыш. У меня есть семья. Надежды. Мечты. Пропущенные ТВ-передачи. Последний, вообще, кошмар. Я ничего такого не сделал. Хвостом клянусь. У тебя хвоста уже нет, по-моему, нет? Или как? Не знаю. Какой-то подозрительный тип. Еще ими его не было показано. Хотя он не представлялся. Чем обязаны? Эм. Насчет Мартлет. Полностью понимаю твое негодование. Но дозволю объяснить. Попытаться. Вопрос. А если бы я с ней сразу подошел, этот же диалог был бы или какой-то другой? Потому что я же не знал, что Мартлет туда заперли. Это я просто чайно в таком порядке убрал. Видишь ли, если она из Королевской Стражи, то сулит нам проблемы. Она грозила старой жалобой королю Асгару. Шаг за шагом и вот уж Дикий Восток охвачен пламени. Я думаю, что с ней можно было бы договориться, чтобы она не доносила. О том, что с ней здесь так обращались некорректно. Ну, положим. Смею полагать, Асгар все поймет. Но что предпримут другие? В частности, глава Королевской Стражи. А глава-то у нас-то самая, да? Undyne? Я же правильно понимаю. Изволен надеяться, тебе не доводилось с ней пересекаться. То бишь, в меня она не встречалась, лишь был слух о нашей схожести. А, у нее же тоже, видите, у этой жабры такие по бокам типа. Да, она реально похожа. Из того же рода, может быть, как-то. Эй, с той же расы. Не знаю, в курсе ты или нет, но... Конечно, организованная веселая карточная игра. Ее проводит мой друг в то время, как я обозреваю. Прибыль. Тебе стоит попробовать. Давай попробуем. Иго-го! 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 Как говорю? Очень убедительно, потому что я лошадь от ночи ко дню. Грызу я морковку и сено жую. Но только скромна я, иди ты, молю. Извини, я успел придумать пока лишь этот джингл. Всю ночь над ним думал. Может, скоро еще придумаю. Последняя строчка не была шуткой, кстати. Быть лошадью моя истинная форма самовыражения. Как его хобби-хорсинг вспоминаю, такой тип. Не знаю, я с ним особо не знаком. Но все, кто, наверное, слышит о нем впервые, такие у них, типа, в голове это не укладывается, что есть такой вид спорта или что-то такое, или какое-то хобби, не знаю, где... Берут такую, знаете, палку с головой коня, которая, знаете, как в детстве такого, бегали-скакали, и с ней буквально вот так вот скачут на своих двумя ногах с этой палкой вот так вот между ног. Что-то такое, если я правильно понимаю. Но особо не разбираюсь, поэтому... Поэтому, да. Коробки, похоже, полны овса и морковки. Все выглядит предельно несъедобным. Ладненько. Так, одеться у нас. Просе на даже не пошутить. Ладно. Ворота заперты. Все заперты. Приветствую. А, это чел, блин, господи, я даже не понял сейчас, что это человек. Я вот, может, постамин. Могу ли я заинтересовать вас игрой в шести зарядни? Простая игра на сложение одинаковых карт. Входная стоимость три монетки. Вы можете отыграть свои деньги и выйти в плюс. Заинтересованы? Давай. Я объясню вам правила игры. Прослушайте их внимательно. От колоды с 36 карт будет отделено 20. Остаток будет лежать на столе отдельно. Всего 6 разных видов карт. Каждый с уникальным знакомым лицом. Шесть видов карт. А, типа у нас шесть. Из 36 карт только шесть, ну, типа, шесть карт. Шесть карт, блин, как типов карт. Шесть по шесть, короче, урегион, значит, да? Мы из них отбираем только 20. Из 36. Вам предстоит складывать карты с одинаковыми на них лицами, но лишь тем, что с ними по соседству. При успешном сложении они убираются с стола. Только по соседству можно, да? Затем их заменит еще две карты из запасной колоды той, что из 16 карт. Ваша цель опустошить стол, сложив все карты. При победе менее чем за 45 секунд, ваш выигрыш составит 25 монет. Игрена себе. Мерее чем за минуту выигрыш составит 15 монет. Ага. В любое дальнейшее время лишь позволит вам вернуть свои деньги. Три монеты. Если колода пустая, и ни одну карту более невозможно сложить, вы проиграете, не получив наградку. Погодите-ка, так я же... А, это надо еще в нужном порядке каком-то. Ну, так, очень ориентируйся. Нужна визуализация нормальная. Начнем же игру. Так, хорошо. А, мне показывают. Погоди, а что еще делать? А, я должен... Не могу остановить на паузу, да? Окей, попробуем вот так. А, они перемещаются вообще нифига себе. Как они переместились так? А, они все сдвигаются в конец, только у меня новые появляются. Понял, здесь надо прям думать. Так, эти тоже можно так объединять, да? Хорошо. Но тут, честно говоря, по-моему, скорее я на дурачка, если рада, что пройду, потому что... Тогда еще таймер давит. Все такое. Просчитывать какие-то ходы вряд ли здесь будешь, на самом деле. Только... Так, надо вот это все сдвинуть как-то еще. Давайте пробуем так. Теперь вот эти две. Ждать нас сначала верхние соединять как-то. Пытаться их. Ай-яй-яй-яй-яй, вот эти сдвинулись нехорошо. Так, теперь делаем вот эти две. Раз, два. У нас, по-моему, все получилось, да? Я правильно понимаю. Да. Окей, тут просто, знаете, так, типа, ты заранее не просчитывай прям все, потому что тебе таймер давит и как бы не до этого. Надо просто сначала от верхних желательно исходить. Окей, ну только три монетки вернулись сейчас, понятно. Потому что сделали это все очень медленно. Это надо, по сути, ты будешь на дурачка, скорее всего, потому что в таком темпе ты не успеешь продумать все хорошо. Просто пытаешься сокращать так, чтобы вот сверху, потому что те, которые не сдвинутся, ты пытаешься сдвинуть так, чтобы вот с верхней, с верхней соединились нормально. Раз, два. Так, допустим. Зря. Надо было вот этого соединять. Так, делаем, допустим. Порков давайте соединим. Вот этих теперь, а то с них будет трудно потом. Так. Эту парочку. Теперь этих ребят. Я в шомпом не успею, потому что здесь... Я тупо так не накликаю быстро. Ой, стоять. Вот этих лучше. Здесь можно ли курсором, интересно? Так было бы быстрее гораздо. 47 секунд. Ну, 15 монет. А можно и сколько угодно играть, или типа там по разу только победить можно или как. Хорошая работа. Не желаете ли сыграть еще? Давай. Давай так туда начнем. Я, по-моему, нельзя этим. Потому что этим я могу пролить сразу же. Так, еще играем. Ладно. Хоп-хоп. Надо прямо в темпе вальса вообще. Ааа, был долго. Долго-долго-долго. Допустим, этих. Орков. Мадам. Мне за 30 секунд надо было успеть или за 45, я вот не помню. А я... Нет, не про... Нет, я проиграю. Надо было, надо было вот эти. Надо было диагональные. Сколько там надо было? 45 секунд успеть или нет? Я из-за этого отвлекся и потерял среду точность. 30 секунд или 45, не помню. Поехали. Ладно. Сейчас все получится. Принц такая забавная мини-игра, но единственное, что очень душит то, что, ну, типа, у тебя большие паузы между этими самыми. У тебя пока сердце с желтым тебе не загорится, ты не можешь нажимать. Тебе в итоге надо прям вообще времени не терять. Хотя, казалось бы, тебе реакции хватает. Ну, просто вот кликать так быстро ты не можешь. Тебе не дают, не позволяют. Самое главное, под конец именно следить особенно. Давайте объединяем. Так, давайте эти два. Теперь вот так. Теперь этих. Успеваем за 45, но я не помню, надо 45 или 30. За 30 вообще не успеешь. А, за 45 все-таки, ладно, тогда нормально. Но ничего, в принципе, такого трудного нет. Я просто начал что-то продумывать, хотел и так далее. А тут, на самом деле, надо просто быстро действовать и... Ой, да блин, подожди, я случайно наш... На самом деле, прям слишком... Какую тактику продумать не надо, просто такой базовый небольшой принцип и это все. Ну, там я сделала окошко такое, допустим... Держи, могу выйти тогда? Нет, я выйду из игры. Я выйду из игры, если нажму... Да елый, Павел, как не прокликивать эту долбанную штуку, я про нее... Я случайно просто протыкиваю. Можно еще, знаете, как сделать? Если у тебя сверху все соединено, в принципе, безопасно, тогда можно... Вот сейчас, например, надо вот этого убрать отсюда. Поэтому, когда вот сейчас проходит этот мимо, надо эту дырку заделать. Когда у тебя сверху все, в принципе, собирается, можно тогда ниже спускаться, и там все будет, в принципе, окей. Здесь у тебя сверху все безопасно, и тогда... Не ломай сверху все, потому что, типа, зачем оно, соединения эти? Они только будут больше тебе хаоса создавать. Так, все, не прокликать. Не прокликать. Преводходная победа, не желаете сыгнуть еще? Нет, все. Достаточно. Надо сказать, что мы много заработали. И здесь можно вообще фармить деньги на халяву. Весьма. Теперь у меня, типа, 99 монет. Это капа, или это просто так совпало? Что такое число, типа? Здорово. Неожиданно, да? Поменял приветствие под стать окружению. С шапочкой плавой. Зацени еще и шляпу. Я так маскируюсь. Народа здесь много, так что на всякий случай я себе еще и ее присмотрел. Повезло, что тебя разделили с Мартлет, но... Я надеюсь, что этот звездный тип не задержит тебя надолго. А если и задержит, то могу и вмешаться. Какой же ты говнючонок, а? И Мартлет рад, что мы разделились еще тут, чтобы не задержали, и я могу вмешаться. Ну, явно говно от него воняет. Приветики. Классно сидишь на барном стуле. Че ты у всего городка на стуку будешь? Мы так здорово позаба... Мы так здорово позабавимся на совместной тренировке. А это белочка это или что? В общем, увидимся. У меня такой хвостик. Городок представляет из себя неплохое зрелище. Разве нет? Ага. Прям закопался бы здесь в песке, если бы мог. Агась. Кактус такой... Ооо. Привет. И кроха. Извиняюсь, что был с тобой столь жесткий. Просто делаю все по-старовски. Свалилось все на нас. Как песок на голову. Точнее. И я полон оптимизма. Я вижу. Очень полон. Ой, ты какой домик. Вы давите на матрас и смотрите, как ваша рука проваливается внутрь. Очень мягко. А, я думал, я матрас сломал сначала. Какое-то растение с ягодами. Вы видите, что пара ягод нет. Узкий спальный мешок лежит по углу, угрожая ограничить свободу спящих. Дырка в полу. Как удобно. Это просто место для сна такое. Тут они прям выживают, надо сказать. У них тут условия не лучшие. Хотя от такого гамачка я бы не отказался. Хотя, не знаю, кстати, я слышал не разу, что в гамаке на самом деле не так удобно, как это выглядит. Но я ни разу не сталкивался. Выткнули гамак. Его покачивание гипнотизирует вас. Неожиданно чистая кухня. Занятно. Справно. Ой. Вы не видели кошек вокруг? А, это типа лоток для кошки, да, такой. Спальня. На этом диване поместился бы небольшой магазинчик. Эти стесненные жилищные условия навевают неприятные воспоминания. Несколько кассет с коклеенными рынками. Мой любимый фильм. Мой второй любимый фильм. Не смотрите этот. 0 из 10. Поясни, не такие. Мы включили телевизор. Это ваш любимый канал. Такой себе канал. Ой, погоди, там дартс был. Я, кстати, дартс умею играть. Я в него играл какое-то время. Мишени с дротиками самых разных форм и размеров. Не то, чтобы я как-то занимался, но у нас дома был дартс в детстве. И я поэтому в него много играл, в принципе. Ну и видел соревнования по нему там и самое, и так далее. Шкаф с чистящими средствами. С чистящими средствами. Они все выглядят новыми. Вы не знаете же, на что смотрите, но скорее всего это что-то опасное. Неплохо бы взглянуть. Ой. Где-нибудь только бы не здесь. Понятно. Ящики заполнены чистоватыми простынями и наволочками. Не чистыми, а чистоватыми. От комода исходит странные запашки. Вы решили не копаться в нем дальше. Это как будто бы местная больница или что? А, ну да, это больница. Здесь ключик нарисован. Ну что, какая-то коала или что-то такое. Привет. Я висла особо в бесплатными зеленцами. Я после моей подписи док сказал, что летнёжный у него фон филис сушево обложен. Ну хоть наслали пустинственную кровать для пузнящей фуха. Чё-то там нету. Хоть есть пушистая кровать для поднятия духа. Ладно. Добро пожаловать в лечебницу Дикого Востока. Где боль, больница идёт на выход. А, где боль, больница идёт на выход. Меня зовут док. Вы больны? Ранены? Какой у вас диагноз? Эээ, раны. Да, конечно. У нас тяжёлый случай. У меня есть именно то, что вам нужно. За предварительную плату в 30 монет я могу перегрузить ваше здоровье. А, это экспериментальный препарат. Но кто сказал, что я квалифицирован? Что скажете? Я понял. Перегрузить здоровье – это повысить себе хп временно. Ну, то есть максимум оставить тот же, а текущее хп увеличить выше максимума. Если что понадобится, я всегда здесь. У нас такая штука, по-моему, была при отдыхе. В этом самом геопотеле, в начале где-то, в Нижнеграде, если не ошибаюсь. Высокое сооружение, несущее в себе почти очищенную воду. Правильная гидротация, злок здоровья. Ой. Динь-динь. Динь-динь. Вести. Так, выступление. Понедельник, пятница. О, понедельник, метатон, кстати. Сегодня понедельник, ребят, я записываю 21 октября. Понедельник. Но уже 23-25, я, походу, профукал. Поступление метатона, да? Эх, блин, жалко. Борзая, пятерка, кто-то еще слева с ним написано. Так, не в розыске, нет наград. Чашки. Ха-ха-ха. Понятно, здесь написано, смотрите. А, или. Не в розыске нет наград. Я сейчас подумал, что это, типа, было добавлено после эти надписи. Но нет, буквально написано, что в розыске награда 30 монет за вот этого чела, да? Блин, я его где-то видел. Точно где-то видел, ведь. С очками такой крокодич. Не помню точно. Ладненько. Так, ну, давайте-то поправим сюда, наверное. Котик какой-то. Так, здорово. У тебя не найдется немножко той самой неплохой кошачьей мяты? До смерти хочу попробовать. Кот-наркоман горе в семье, да? Да как величал. Как говорил величайший. Завирусившиеся шорцы эти от Зубарева. Про кота с кошачьей мятой и легендарной фразой просто. Сказал бы я будь грязным бандитом. Не-ха-ха. Тебя почти что удалось подловить. Взял бы на горяченьком и сдал бы борзой пятерке. А, это он пытался, типа, нас сбагрить как за то, что мы тут ему мяту впариваем. Не-ха-ха. Аккуратнее будь, партнер. Мне кажется, он хотел реально ее спросить, но понял, что горячим запахло. И такой, типа, не-не-не, я просто проверял тебя. Два коробка резиновых патронов лежат на стойке. Лучше оставить их нуждающимся. Окей. Так, это, может, что такое? Есть старье. Можешь продать его здесь, у Блэк Джека. А, это Блэк Джек как раз-таки. Товар дня вычурная кобура. Отлично защищает. На столе разложена неоконченная игра в сундучки. Хотя, похоже, что она все-таки окончена. Сундучки? Не знаю, что такое. Блин, я сейчас вспомнил про игру Маджонг. Есть такая игра на компе. Типа, там надо детальки собирать. А есть Маджонг, который настольный. Он совершенно по-другому играется. Там такие, как его, стены такие делаются. Как-то между играми надо соединять. Как-то там, как-то. Тоже, чтобы совпадали как-то детали. Но я не помню точно детали. Как его особенность игры. Немножечко там где-то пробегался по ней. Звучит интересно весьма. Сразу, чтобы я поиграл, да, и не с кем особо. Да, игры у меня-то нет. Ни того, ни другого, короче, да. Но выглядит она прикольно. На зоне можно идти, но, в порядка, там она пару тысяч стоит, правда. Вычурное, но ветхое здание. Это немного сбивает вас с толку. Окей. Давайте оружие написано. Ох, какой тут галантный, тот самый-то. Здравия желаю. Можешь глазеть на здоровье. Только мы ничего не... А, только мы ничего не трогай. Продать. О, можно продавать. Стеклопули. Стеклопули же слабее моих, да? Блин, я не помню точно. Кто у меня монетку спер? У меня аж было 99, нет? Ладно. Стеклопули. Информация. Атака 5. А, они хиляют. Точно. Нет, тогда стеклопули надо, чтобы остались у меня. У меня есть сумка. Я могу, допустим, вытащить что? Значок ханидиум мне не надо, наверное. Ледяные пульки. Кофе пульки. Перо. Пули, камешки мне точно не надо будет. Надеюсь, что мы это, если что, сможем найти в будущем. Но вроде бы не требуется. Перо продаем. Кофе пули, бобы продаем. Действительно, все пули одинаково стоят, между прочим. Значок ханидиум. Продаем. Это просто броня. Эти тоже пули продаем. Я не продаю только те пули, у которых есть особый свой какой-то эффект. Интересный. Так, что еще у меня есть ненужного? Пули, камешки есть. Заплатка, резиновые пули. Защитная куртка. Все. Если даже продадим что-то нужное нам, там, в принципе, можно пройти с любыми пулями, я думаю, спокойно, да? Да и пули мы еще будем находить. Но вроде бы я... Все самое сильное на мне надето. А это все уже четко слабее, чисто. Не то, что мне очень сильно нужны деньги, но это хотя бы мне освободит место, и ты их хоть сколько-то принесет. Так, купить порох. Дикий револьвер за 200! Нифига, подрасти-ка пока что. А, он его не продает, причем. У меня деньги есть, он просто не продает, потому что я малый карапуз, да? Вычурная кобура. 8 защиты сделаны из кожи. Серебряные пули. Опа. Зад тщательно... А, 3 атаки, что ли? Тщательно изготовлены. 3 атаки, что? Порох может быть съедобен. Чего? Лечит не за сколько? Что за странные приметы ты продаешь? Погоди, а сколько у меня пули сейчас дамажит? Если я надеваю, например, другие... У меня кремень, да? Опа, подожди. Атака 9. Ну, давайте, ладно, попробуем серебряные пули купить, допустим, да? Порох купим. И кобуру тоже. Сказано было, кобуры защита 8, да? Кожаный, оружейный, поясной чехол идеален для часа расплаты. Суть по всему, отсылка на какой-то там дуэль, там что-то в таком духе, да? Еще у меня с западом таким, знаете, или востоком, блин, не знаю, я сейчас с этим путаюсь. Ассоциации из... Это самое, как его... Назад в будущее. Из будущего. Из фильма. Вы с гордостью снарядили вычурную кобуру. Теперь вам словно море по колено. Так, а у меня что было, получается? У меня было 7 защиты. Окей, у меня было слабее, значит. Так, порох, информация. Лечь не из сколько? Запретный ингредиент. Не знаю, зачем порожать, но ладно. Серебряные пули. Оружие атака 3. Набор светоотражающих пулик. Они неплохо посмотрели 6-ти зарядники. Идеальный выстрел вносит дополнительный урон. Ну ладно, допустим, наденем, хотя странно звучит, как-то сейчас пока что. Стальную пряжку скидываем и... Давайте ледяной чай тоже скинем, чтобы было не слишком много, у меня места занято. Так, больше нам ничего не надо, у меня денег нет особо. Борзая пятерка. Надежду таил, что вовсе не спросишь о них. Эх. Хулиганье они, да и все на этом. Хулиганье. Да вот только мы уживаться с ней пришлось, дабы дела сохранить свои. Они здесь заведуют, потому что всем, да? Все по всему. О, какой крутик тут, пистолетик свой. Мемеют вот они не только уважения к знатным пушкам моим, а размахивают то имя. Ой. Словно дети малые. Но все же научился я брать выгоды из этого безобразия. Тут я один оденешенек, кто производит столь качественные пушки вокруг. Так что всякий раз, когда они приборзевают, я выгоняю их, угрожая припеть лавочку. Они всегда раскалываются и по итогу платят за все втридорого. Пара-тройка лишних монет, то уж точно стоит пара лишних за нос задницы. Понятно. Интересно у них отношение, конечно. Ваш товар. О, да. Моя коллекция малышек. Прозвучало странно. На Блэк Джек и коллекция у малышек именно. Каждая прямо из сих красных девиц сделана из первоклассных материалов. Я-то сам их кую, притом из собственной оружейной мастерской. Но я ж не только создаю их с заботой, я и о них започусь. Да-да, каждое мое утречко начинает с непрерывной полировки стволов своих. Пока, вот пока я отражения в них свое не увижу, не прекращаю совсем. Понятно, там с утра он полирует свой ствол. Да и в стрельбе-то с них я тоже хорош. Еще и стреляет хорошо со своего ствола. Уж точно лучше их, чем Nordstar. Не обсуждает даже. Ладно, с них он говорил, со стволом. Ох ты, господи. Чертов псих. Я на брусьях бандита заметил. Ток мои всего. Понял. То есть он крутить умеет, стреляет. Стреляет, как в тех, знаете, таких видосах коротких, где там типа с дробовика. Человек такой с одной руки такой на полу согнутой держит и стреляет, а потом этот дробовик или там пистолет улетает ему в жбан. Из той же оперы, да? Посетители. Каждый новый денечек чужаки забредают к нам на Дикий Восток. Чего-то в этом местечке привлекают некоторых монстров. Может быть, аура какая. Факт в том, что им ее все недостаточно. Вот и приходят. Нет, убери! Ну не боись ты. Не втюхиваю я сверхсмертоносные пушки любому уж встречному рвущемуся. А с рвущимся от монет кошельком. Понятное дело, я вдобавок слежу, чтобы товары мои не были летальны. И вообще, сам считаю, что носить это вовсе не выход. Не, ну, естественно, коль кучу раз ими стреляешь по одному и тому же, они могут быть летальны. Но так и пуантом можно за кого угодно. А кого-то до смерти забить. Можно и ложкой сгушить. В принципе, если очень хочется. Слушай, хорошая мораль моей, а? Не готов я сейчас беседу о ней вести. И все на этом. Может, в будущем нам он продаст как-то более дорогого оружия. Вопрос в том, что мы можем на него накопить, в принципе, всегда, если пока там есть мини-игра. Вопрос, будет ли она всегда там. Или мало ли, что-то здесь такое случится еще. Почему нам начнут продавать все? Во-первых, а во-вторых, еще что-то. Почему, может быть, там не будет этого играть? Не знаю. История. Давненько уж я слышал об этом городке. Несколько лет, а так точно. Овладел делом оружейным по полной. Да подался сюда, думал магазинчик открыть. Да и вышло-то так. Да вышло-то так. Что оказалось здесь пустая постройка. Ну, я и подумал, мол, а что нет-то? А выглядело ведь прям как славное место для моей лавочки. Жалею ли я, что в итоге я остался и обрек себя навеки вечное, живя в издевках от тех бешеных венцов? Да ежедневно, ей-богу. Однако все остальные, все остальные-то, все остальные-то довольно приличные здесь. Так и задается равновесие. И к нему-то уж я привык. Спрашивай. До свидания. На этом все. Так, хорошо. И закупились по полной, и проапгрейдились пулями, которые имеют в несколько раз урон меньше, чем у моих. Но, может быть, они несколько выстрелов делают, типа. Гигантский замок прирождает ваш путь. Наверное, это немного перебор. Гигантский замок. Почему, блин, не перелезть, да? Здесь протиснись. Что, в заборе между трутами никогда не пролезал? Я так постоянно, например, потому что я спокойно мог пролезть. Много где-то в детстве, по крайней мере. А здесь у нас старое колье, выброшенное в песок. Вроде дорого. Дядь, дядь. Вы получили колье. Разбитое, но потрясное колье. Надеть его нельзя, но оно может чего-то стоить. Ага. Может, нам за него сейчас что-то предложат дорогое, либо скажут, что это что-то ключевое, потому что явно что-то должно произойти сейчас. У нас больше идти некуда особо. Может быть, мы предложим его, и нам типа скажут, типа, ооо, что это такое? Колье 100 монет, ни хрена себе. Стоит ли его сюда сбагрить? Может, оно мне где-то еще нужно просто. Давайте не будем пока торопиться, мало ли вдруг. Вообще клево, что моя улога на тебе не сработала. Может, ты впишешься лучше, чем я думал. Если только ты не бандит под маскировкой. Не-ха-ха. С другой же стороны, тебе не помешали бы обновки, которые здесь продают. Так что эта преграда мне так уже бесполезна. Ага. Ну да, я уже обновился, в принципе, неплохо. Что еще скажешь? Не изволь волноваться. Здесь все очень увлекательно. Клянусь честью. Давайте зайдем в Мартлетт снова. Мы справимся с этим, кто верит. Я знаю. Ладно, ничего не говорит. Может, надо найти того чела? Может, вернуться в салон заново? А, вот же он. А, он же говорил, что надо с ним поболтать, прежде чем, как только мы будем готовы что-то сделать. Начнем? Да. Всех уже знаешь. Помнишь каждый уголок, каждый кирпичик? Тебе это нужно, если ты хочешь быть хорошим помощником. Так, держать, малыш. Мне почему-то кажется, что это ожерелье, скорее всего, самое примитивное. Его сбагрить сразу, но как-то слишком странно выглядит, что ты подбираешь его и сразу можешь продать. Мне кажется, что это ожерелье может где-то нам понадобиться. Типа для тех, будет наградой, да, кто не позарился на такие легкие деньги и сразу его не продал. Мне, в принципе, не так сильно они горят, эти деньги, поэтому давайте себе его оставим пока что. Правда, я всегда его успею, я думаю. Я в самом деле подмечаю тебя на место жданного подручницы. Может, нам сейчас покупать нечего особо, да? Деньги нам не нужны срочно как-то. Но пока не беги, впереди паровоза. Чтобы замещать меня, тебе придется узнать, как заседлать лошади. Я с бригадой покажем, что тут как. Я так-то не таскаю с обочины кого попало. Особых почестей ради. Так что в отместку докажешь мне, что ты стрелять могешь. Ладно, хватит для стащить. Пара остальных собирать. Ааа, ну как тебе сказать стрелять, что я стрелять умел? Я оружие в руках вообще держать никогда не... Самый даже в тире и не хочу. Хорошо, все сюда, поэтому... Хе-хе-хе. Хотя нет, из оружия мне интересны луки, например, да? Но чисто с эстетической, спортивной точки зрения попробовать, например. Чё-нибудь такое. По мишени. Но не огнестрельное какое-нибудь. Но огнестрельное меня вообще нет. Сам не привлекает. Чего котел, босс? О, кловер изволит тренироваться? Именно, морей. Ну мы начнем с классики. Игры связанные с шагами. Типа то, что ты делаешь каждую ночь на улице. Ходишь туда-сюда, что-то бурчишь под нос. Чего? Я так не делаю. У некоторых монстров свои пути избавления от цеплющих мыслей. О, да, цеплющие мысли это жесть. Кстати, заедает мне постоянно время так бесть меня. Заедает постоянно какие-нибудь песни в голове. Заснуть невозможно. Зато очень хорошо помогает разгрузиться на самом деле. Так вот. Осознанная прогулка просто отличься от всего, знаешь, так. От целой пучи бесконечного потока мыслей и так далее. Других монстров. Может кто-нибудь точно угадать, о какой игре я? О, о, я знаю. Дамуч. Дуэль. Яблочко. Миссия 1. Ох, опасная дуэль. Нет, нет, это все неправильно. А? К чем казус? Кловер не выглядит, как подобается. Посмотри на шляпу. Она заношена и вот-вот развалится. А это железняка в кобуре. Это что еще за игрушка? Да остынь, Эйс. Уверен, Кловер и так старается. Не, Эйс. В чем-то он прав. Гостей принимаю, подарки не дарю. Куда это годится? Вооружейную. Да я только что оттуда. Я же не обновился. Опасная дуэль отмеча. Модный приговор. Хорошо меняем миссию. Ладненько. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что мы с ним всерьез стрелять не будем, а то... Я не хочу крякать. Хе-хе, ну конечно. Старик Блэк Джек не желает вести со мной дел. Частенько же беру его товары взаймы и... Ломаю их или теряю. Открывай, Блэк Джек. Не вынуждай меня применять силу. Я тут блюститель закона, так что... Вправе разрешить... А не разрешитить твои двери. Прочь с моей собственности, Нордстар. Сказано же тебе, даже жвачки от меня не получишь. О, да ладно тебе, партнер. Я и знать не знаю, что это за жвачка такая. И все те взаимобартеры уж сто лет как не случались. Я падил уже совсем другой монстр. Не, на прошлой неделе ты потерял один из моих... Премиумных ремольверов. Небось отпустил его порезвиться в песчаной буре. Слух, обещаю, что на сей раз все по-другому, Джек. Даже ноги моей внутри не будет. Майдешь выйти отсюда. Так. Выйдет? Не боись, плагом. Сейчас он будет. Да мы уже виделись. Живей давай. Мне его очки почему-то Леона напомнили фильм. Блин, аж пересмотреть захотелось. Такой легендарный фильм прям вообще. Очень хороший. Разумеется, сэр. Я все-то хотел попросить продать пушку этому детенку. Ха-ха-ха. Я плохо выразился, обожди. В самом деле это никакой не детенок. Смекаешь? То была шутка. Это очень мелкий, но коренастый монстр. Эх. Эх. А я думал нам дам 400 монет. Ха-ха, понятно. Ой. Тихо. И я по столу случайно ладони так ударил со смеха. У меня шла в лампы рядышком. Мне стол желательно не шарахать. А то она там будет воск разоразаться самым расфигачиваться. Что не очень хорошо. Так с тобой нужно было начинать, славный гражданин. Проходи, мы все распишем. Все, видишь? Все под контролем. Там 200 монет пушка стоила, теперь 400 из-за того долбанного присутствия. Хотя теперь он хотя бы ее продаст. А до этого не хотел продавать. Погоди здесь, Кловер. Если вообще как-то продаст. Черт узнает. Что там происходит? Что там было? Готово. Я слышал звуки, перестрелку, какие-то огнеметы. Можешь мне их... И хакнуть? Меха. Это или что? Ты не понял. Точно. Двигаем далее. Блэк Джек живой? Нет. Посмотрим на тебя в деле. Держи от меня гостиниц верный шестизарядник. А верный шестизарядник. Вы получили дикый револьвер. А у меня есть серебряные пули, кстати. Старательно возьми чучело на мушку и шмаляйки. Не боись, в нем нет жизни и ничего. Ммм, шляпки. Чучело ничего не делает. Чучело. Проверить, говорить. Проверить, допустим. Чучело. А так этот вопрос, защита вопрос. Просто чучело. А теперь давай попробуем шмальнуть. Чучело покрывает с песком. Говорить. Вы пытаетесь поговорить с чучелом. Нордстар в недоумении. Ха-ха-ха. А вообще-то неплохо. Запугать своего противника, чтобы тот растерял концентрацию. Здраво мыслишь, Кловер. Ладно, допустим. Ух, нифигаааа. Все хорошо, партнер. Попробую еще. Ой, а, их 6 штук надо. Уверена, неплохая работа. Я не понимаю момент, в котором мне надо этот самый просто. Давай-ка повторим. Так, все. Да, господи. Оно когда перемещается, мне кажется, оно уже начинает ехать, но там индикация гораздо дальше. Еще разок. И мне кажется, что я должен нажать перед тем, кому следующее поедет, типа. Оно ускоряется еще, вот оно как. Отлично, шмаляю. Могу сказать, у тебя это в крови. Возможно, что это как раз таки с серебряными пулями, ведь шестидерянь хорошо работает, что такое еще? Я впечатлен пострелу. В самом деле, это часть тренировки для тебя позади. Прикольно, если у нас реально оружие такое будет сейчас. Изменится, типа, от того, с которым было. Нужно сказать об этом в сиробе. А то не верит она в тебя, вишли. Поскакали. Ой, по переходу непривычный. Сироба, угадай, что? Ты лишил свободы еще одного королевского стража? Эй! Пернатое, в самом деле, сильно на дороге мешалось. А это все временно. Клянусь тем, мне и самому не по себе. Еще одного королевского стража, сказала она. То есть он уже это либо делал, либо там второй, который сидит, это тоже королевский страж. Что вряд ли, на самом деле. Он не особо верится в это. Просто хотел от тебя встрясти. Так что ты там хотел мне сказать? О, ну, Кловер довеча с первого курса обучения. Снайпер, что надо. Бьет почти так же метко, как я. Этот ребенок? Серьезно? Ну, ну, че сразу-то малыша-то принижать. Кловер из-за себя постоит. И другим фору даст. Да поняла я, просто крайне впечатлена. О, хей, чуть не забыл про шляпу. Дома была где-то запасная. Кловер, обожди-ка тут, пока я за ней заскочу. Может, тебе пока стоит поболее узнать постреленыша, а, сырого? Идишь и взбодришься. Разумеется. Вот и славно. Я мигом партнер. Да, он реально такой, знаете, такой, как ребенок немножечко по уровню развития, скорее, да? А она такая, повзрослее как-то, ну, каждый из них по-своему приятен. Он такой наивно добрый, я бы сказал. Папирус опять чем-то напоминает, кстати. Скажи мне, только честно. А она такая, знаете, как, как, как вроде его девушка, на которой повзрослела сильно быстрее, чем он. Такое впечатление. Хотя не знаю. Тебя все это затягивает? Скажем, ага. Славно. А, мы ж подыгрываем еще. Нам это сами нравится. Ну, ты какая лапа. Никогда такого не понимала. Но раз такие монстры, как Стар от этого, счастливее, то и ладно. Ну, ладно, не обязательно понимать и разделять что-то с другим человеком. Но всегда можно порадоваться за него. Все это для него, как воплотившаяся мечта. По сути, все дурачество. Но приятно видеть его-то настолько старательно. Хотя старания могут слишком далеко зайти. Не поверишь, сколько всего мне рассказывали про него и его родители. Очень добрые монстры, у которых есть своя ферма к северу отсюда. Столько всего там растет. Можешь представить? А их кукуруза просто объедение. Из-за обнимашечное вообще, да? Каждые две недели мой муж Чуджин получал от них полную корзину. В корзину. А, так она, что-то не его подружка, да? Это его под... Точнее, она его подруга, но... В другом смысле. Как бы... Она и чувствует, что как бы она вроде взрослее, но не был уверен точно. Там говорилось как раз-таки про дочурку вроде бы, которая этой принадлежит. С которой редко виделась хозяйка бара. Если я правильно понял. Потому что я запутался немножечко просто. Но я заболталась. О чем я говорила? А вот и я. Уже вернулся. Она как будто мулькасика. Про Чуджина она этого упомянула. Я не помню, это именно встречалось или нет. Честно говоря. Может с ним что-то случилось? Или как-то она, не знаю, резко оборвалась всю эту тему. Как будто бы... Ее она напрягает. И у меня так показалось. Завалялось значиться. У меня дома одна твоего размера и цвета. Не иначе как судьба, в самом деле. Вот. Так. Шляпка. Вы получили славную шляпу. Ммм, как она сильно изменилась. Вау. Отсюда я даже никаких изменений не вижу. Я тоже. Не поверишь. Выглядит круто. Что думаешь, Сироба? Славно смотрится. Ну. Что ж. Значит, эта миссия успешно завершена. Почему я одел пока, Кловер? Буду ждать тебя здесь. Но мне делать вроде особо нечего. Колье, порох, стекла, пуля. Мне ничего не дали. Ммм. Ничего не говорит. Ты у нас здесь был, нет? Вм. Че, кого? Вот здесь не было. Погодите. Верняк ты интересуешься, что я тут забыл, а? Конечно. Монстр моего калибра завсегда должен быть в пределе. Да вот тебе совет от ПРО. Всегда будь сам себе босс. Как только посчитаешь, что перерыв не помешает, не дрейф и объявляй такой себе. Я всегда на ходу. Клипаю, нет кимо. Строю крутой сорт. Всего понемногу. Такая жизнь выматывает. Альмо не прав. Да легко все. Прав. Прав, наверное, скорее. Как и всегда же. Риторический вопрос. Слух. Мораль же в том, чтобы труда многовато не было, а? Вот что слышишь, сколько. Столько у меня, ума у меня и будет. Не привыкай ему. Блин, как трудно воспринять информацию, когда она так странно формулируется, если честно. Непривычно прям. Так, ну давай с тобой пополкаем снова. Скачи, партнер. В городе полно мест, куда можно сходить. А, так я уже все обошел, вроде бы, нет? Там что-то новое появилось, что ли? Или как? А теперь продаж не продает. Тогда я пошел отсюда. Раз не дают мне этих самых, да? Ты здесь что делаешь? Полагаю, спасибо. У тебя на очереди. Тебе достались подарки высшего разряда. Причем бесплатно. У меня глаз на такое наметан. Это мне вроде ничего не дали. Ты кто такой? Откуда вылез? Руки вверх, партнер. Это ограбление. Мы получили 20 монет. Ох, нифига. Черт, постоянно здесь ошибаюсь. Хороший. Ошибайся дальше. Хороший грамеж. Миссии могут изрядно выматывать. Потому у нас расписано время сна. Чем не способ зарядиться перед ведущей подачей справедливости? Раз уж я об этом думаю, оно начнется как раз после следующей миссии. Надеюсь, ты составишь нам компанию. Здесь все спят. Смотрите, прикол в том, что здесь 4 кровати. А, нет, еще в полу. Да, один в полу, один на кровати, один в гамаке, один вот здесь в лежанке, один на диване, судя по всему. Как раз их пятеро. А, погоди-ка, а что если шестое место для котика? Это под меня. Мррр. Я сойду за котика? Я как раз самый маленький здесь. Ну ладно. Так, куда еще можно зайти? Здесь вроде все по-прежнему. Может, с Маркетом можно поболтать как-то? Опа, привет. А ты куда делся? Может, сейчас она нам скажет как раз? О, а, я пребываю здесь лишь, чтобы предоставить Маркет еды. Это все. Хоть и не время яст, мне казалось, что она могла бы угоститься. Так что не изволь о ней волноваться. Я протяжу, чтобы с ней обходились в тюрьме, сколь возможно лучше. Так будет лучше. Окей. Здесь так скучно. Могли бы меня хоть чем-то занять. Все, что я сейчас могу, вести мозговой штурм по идеям головоломок. Только-только была идея по третьей головоломке с магмашаром. Так весело. Ладно, это не весело. Но что интересно, шум, который я слышал чуточку ранее. Услышал громкий хлопок. Он вырвал меня из дремоты. Может, слева как раз течел, вырвался, нет? Прежде чем я поняла, что произошло, другого узничка уже не было. Ну да, сбежал. Я пыталась с ним поговорить, едва тут оказалось безответно. Теперь я не только в тюрьме, еще и сокамерников. Сокамерничков. Но поговорить тоже нет. В общем, этот денек проходит для меня фантастически. Я думаю, что он еще даст о себе знать как-то. Явно. В хорошем или плохом смысле, не знаю. А вот он, кстати. Недалеко убежал. Эй, а ну брось, пока меня не... То есть, Стар меня выпустил. Ага. Никаких проблем. Стар? Меня здесь нет. Твои глаза меня не видели. Чш. Что-то я не очень верю. Если честно. Так, ладно, давайте обратно пойдем, допустим. Мадам у нас уже ушло, сиропа. Здорово, здорово. Как насчет второго раунда? Давайте попробуем. Шикарно. Хоть начальные планы и были отменены, я уже все придумал. Пошли соберем остальных. Всем собраться. У меня одного немного дежавю. Так и должно быть паре. Спасибо Эйсу и ему зоркости. Мы немного походили. Хорошая работа. Спасибо, Стар. Кловер теперь выглядит намного лучше. Воистину, теперь Кловер выглядит как заправский загонщик. Однозначно. Новая пушка. Кстати, жутко блестящая. Пришлось потормошить мистера Блэк Джека за нее. Я был довольно жесток. Поставил старину Джека на место. Ага. Ты мог и меня за этим отправить. Ты же знаешь, что я лучший переговорщик. Может мы иногда подправим правила под себя, но мы не бандиты. Угу, все так, да. Давайте уже перейдем к миссии. Верно, Эд. Что же это за миссия? Как не так, что мы пропустили до этого. Готовься, Кловер. Так, опасная дуэль. А, ну теперь она, да. До этого скиднули, теперь она как раз таки есть. Время для дуэль. Не дуэль, а дуали. Ты имел ввиду дуэли? Я так и сказал. Скал дуали. Я обратил внимание. Нет, ты сказал это слово со звуком ОА вместо ОЭ. Босс, ты что, пропускал уроки ковбойского? Дуаль, дуаль, дуэль. Кого это волнует? Что в лоб, что во лбу. Хватит перебивать меня по пустякам. Всю чакру портите. Так о чем я? Ох, да. Время для... Участие в сверенных по времени соревнованиях по стрельбе. Ох уж это... Альтернативное название. Муч. Пусть клавер получит нужный для того инструмент. Вон, вот пневматик для дуэли. А, ладно, пневматик, если... Я поддерживаю этот револер пока у себя. Муч. Изволь подать пушку мне. Я это и хотел сделать, Марей. Отстань от меня, лады. Никогда в пейнтбол и так далее не играл. Я, кому-то, назовусь в пейнтбол. Слышал, что больно как-то бывает. Но вообще в нем не разбираюсь и не знаком. Хотя это не он. То есть какой-то пневматический какой-то пуля или что-то такое надсказано было. Итак, наконец пришло время встретиться с лицом к клею. Погоди. Чего еще есть? Что еще может стоить очередного прерывания миссии? Ты забыл про защитные очки. Черт, босс. Кловер же может... Ведь может пораниться. Вы правы. Я беру на себя ответственность и извиняюсь за это. Принесите очки сюда. Я хочу с голубьими огоньками. Красный не идут, моему прикиду. Вот. О, какой. Что это мне? Какой у меня глаза выглядит странно сейчас взгляд. Вот теперь мы в деле. Итак, Кловер. Мы разойдемся на 10 шагов и встанем друг на супротив друга. Когда ты услышишь звук огонь, хватай пушку и стреляет меня так быстро, насколько сможешь. Начнем же. Ух ты, блин. Дуэль. Я не считаю шаги. А! О, как жаль. Попробую еще разок. Я не боюсь, мне стрелять надо. Воу-воу-воу. Тебе нужно дождаться сигнала, иначе я это не по правилам. А-а-а. Сигнал звуковой, смысл, да? Попробую еще разок. Ух, нихрена! Нихрена шарахнул. Стар, стар, ты в порядке? Очень даже. Наоборот. Оу, стар. Мне так жаль. Кому, кому же ты отдашь свое состояние? Не тебе. Черт. Кловер, это был твой тест на эмоциональную стойкость. А, иди в жопу. В этой работе не все так красочно и радужно, понятно? Ты можешь поранить кого, и тебе придется нести это все на себе. Надеюсь, я тебя не сильно напугал. Я не готов ответственности снести за такие вещи, я не хочу этим заниматься. Черт. Короче, тест пройден. Я буду тебя ждать в салоне. Впереди третья миссия. Я вижу в тени хилый потенциал. Окей. Вот твоя железяка. А очки мне нужны, я их заберу. Ммм. Очки забрали. Ладненько. Так, погодите-ка, а они теперь все слева или где? А это кто такой еще? Каждый раз новый кто-то пиляет. Че, как, в смысле здоров за человек? Нордстар пусть и дальше будет не в курсах, но есть у меня секрет. Пока все заняты и еле спят, я выбираюсь отсюда. И спускаюсь в кафе Дюна, чтобы играть. Аркады там вообще за счет, скажи. Снаружи я ковбой, но в душе я геймер. О, братан. Мне даже акцент держать трудно. Попробуй стать геймером, человек. Да ёлку ты че. С малых лет. Может ты и мой счет в мяу-мяу побьешь? Я там победил. Привет. А ты че делаешь? Ничего я не планирую. Хвостом клянусь. Монстру уже нельзя спокойно оценить забор? Да-да. Я тоже могу хвостом клянуться. Спокойно. А вот как раз таки... А-а-а. Стоп. Ну это булочка здесь спит, оказывается. Я сейчас подумал на нее, но оказалось, что здесь 5 мест. Подумал, что их тут на диване просто. Но она, оказывается, здесь спит. Возможно, спит. Возможно. Дремлю. Это типа хр-хр. Моя обижу в этом XP. Напись. Дрыхнет без задних ног. Видит седьмой сон. А эта кровать, судя по всему, для... Как раз таки... Для него, да? Для Нордстара. Стоп. По-моему, здесь сменилось это вот, нет? Здесь был другой чел. Ха-ха. Ха. Док только что заменил одну из моих жвал. И теперь я взбалмучена. Ха-ха. Мне так уморительно. Хочешь послушать шутку? Давай. Ладно, вот. Значит, вот есть каменная колонна, да? Однако это совсем не обычная колонна. На ней нарисован код. Так. Ха-ха. Значит ли, что он весит к тонну? Ха-ха-ха. Ха-ха. Где-то я эту надпись, по-моему, услышал, нет? Ну, я ей даю. По-моему, мы эту надпись встречали где-то. Похоже, это что-то такое же гласящее. Оп. Ты кто такой? Мне тут нравится. Здесь такое прекрасное чувство общественности. Нигде такого больше нет. Как не выйдешь, сразу новый друг. Для старого Купера друзей много не бывает никогда. Мартлит, ты здесь как, солнышко? Мне стало интересно, как эта ситуация скажется на моей работе. О, точно, у меня же до сих пор с собой руководство. Глянем-ка, интересно, в руководстве Королевский Страж пишется, что будет, если вы попали под стражу. Под стражу, подумся. В случае получения травм, болезни, лишения свободы, утери руководства или иной ситуации, препятствующей исполнению служебных обязанностей, незамедлительно доложите об этом главе Королевской Стражи. Да, очень, по-моему, получится. При невозможности. О. Просто скажу, что книжка не очень помогла. Да. При заключении под стражу сообщите об этом вышестоящему руководству. Очень удобно. Так, это что такое за... За нечто. Значит, ты тот новичок, да? Слышал, мол, горожане только о тебе и толдычат. Не хочу тебя спускать с вершины, но я вполне могу помериться с тобой силами. Уверен, что я бы победил тебя в армрестлинге прямо сейчас, без разогрева. Зимя, а чем ты будешь со мной армрестлить? Своей скрытой третьей рукой? Потому что первых двух я не вижу. Хотел бы... Хотел бы, мне стоило бы лишь щелкнуть 13 пальцами, и твоя должность отошла бы мне. Если это тебя расстраивает, то и по делам. Ха, ага. На твоем месте я бы не стал с собой связываться. Ладно. Так, а это тот человек, который у нас был в шахтах как раз-таки, да? Привет. Не рано, а то ли тебе здесь по возрасту бывать? Не то, чтобы я сужу или еще там что. Я тут навещаю кое-кого. Морей Малютка. Морей Малютка. Родной ребеночек. Морей Малютка. Я, блин, в времена этих не ориентируюсь, когда их так много. Слышал вроде это имя. Кто это такой? Моя любимая женушка, Энжи, пока что взяла на себя шахты заместо меня. Уж не знаю, как там парни будут справляться без меня. Ай, такие риски можно и принять. Так, ну и давайте, допустим, на третью миссию получается. Возвращение партнера. Я предполагаю, что третья будет финальная, скорее всего, у него. Обычно так бывает. Редко больше делают подряд. Считай, значится половина твоих тренировок позади. А, половина. Все-таки четыре, значит. Ты только что сгнал, то и сразу обосрался. Постреляешь, и так быстро растут. Продолжим? Давай, продолжим. Дуй за мной. Может быть, стоило направо еще сходить? Хотя, не знаю, там что-то было или нет, дополнительно. Там, где Блэк Джек, типа. Вы знаете, что делать с командой. Нет времени баку шепить. Три, как типа поле такое. Все спят. Ау! А где все? Дын-дын. Извиняй за этот клавер. Они должны прийти с минуты на минуту. Стар, что происходит на западной окраине города? Запад это у нас... Так, это слева, да? А, там же преступник этот был. Не мог бы объяснить? Что? Неужели кто-то в опасности? Ну, нет, вроде... Да, в опасности? Боже, да, это похоже. Нападение на возмездного Вирджила. Возмездного Вирджила. Это кто вообще? Сюроба, ну же. Мы рисовали о нем плакат месяц назад. Он сейчас висит на скобилине. А, про которое я говорил, как раз. Что-то знакомое. Ты находил мне канцелярские кнопки и все такое. Эм. О, да. Что ж, нам лучше остановить его как можно быстрее. Не стоит медлить. Вот этот настрой. Покончим с этим клавер. Ох, у нас прям преследование-расследование от... С кем-то там сражения. Побежали на разборки. Ух, там какая-то тетушка вылезла. И чего? А, ты точно видела здесь что-то? Вниз посмотри. А. Ха-ха-ха, ни хрена себе. Ой, я на это не подписывался. Ммм, типичный этот сам выбери, кого раздавить, да? А ну, вытащил меня отсюда. Эй, успокойся, мне нужно все обдумать. Каким боком решить эту гигантскую головоломку? Просто развяжи их. Чтоб самому попасть в этот капкан? Виржилл же только того и ждет. Что? Страшная ситуация, Стар. Боюсь, тебе придется выбрать, по какому пути пойдет поезд. Ага, выбери Эда. Мучь ты, покойница. Если только Стар тебя не выберет. Жестко. Все так внезапно? Я не могу решить. Пускай тогда Кловер сделает выбор. Ну, конечно. Я терпеть не могу такие вопросы, знаете, которые вот заставляют себя прям вот в трудности выбора. Создают такие, и один или другой выбор очень такие себе. Я не люблю такие вот... В таких вещах, на самом деле, думать, вот, типа, как раз-таки поезд 1, поезд 2. Что лучше, посадить невиновного или... Как его... Промахнуться, как ли, не посадить виноватого, или что-то еще в таком духе. Там выборка такие всякие. Кловер не имеет к вам такой привязанности. Просто как бургер. Ты не думаешь, что это слишком? Не, это легко. Решишь оставить стрелку, как есть. Вины твоей не будет. Но пострадает много монстра. Решишь перевести стрелку? По твоей вине пострадает только Эд. Не, ну тут я не могу объективно, типа, говорить о том, что, типа, мне было бы трудно принять решение, но... Брать на себя ответственность. Хотя, типа, я не считаю, что ты на себя берешь ответственность, когда вот... Это он на меня, типа, вешает, мол, сделай сам, и вот будешь ты виноват, что вот так произошло. Я не знаю, ну, естественно, я, как бы, предпочту сохранить большее число жизней, тем более, что на левой стороне у нас тот чел, который, ну, меньше симпатии имеет моей, да? Хотя, казалось, что он вроде бы неплохой-то. Так, он мне чем-то Джадриэль напомнил сразу же, на самом деле, из Пайра. Если кто помнит. Из игрушечек. Тоже такой громила, который на деле может оказаться, типа, вот, очень-очень даже добрым. Но тут выбор однозначно, типа, налево. Тем более, что у меня есть надежда, что, может быть, поезд его не возьмет. Он очень большой. Но я уверен, что здесь на самом деле что-то другое произойдет, что здесь точно никто не умрет сейчас. Что-то что-то какое-то другое исходит будет, на самом деле. Не такая уж и потеря. Чем я вам на салюта. Нолево. У нас мало времени. Эх, вот если мы могли всех развязать. Почему такое неравномерное распределение этих самых? Если. Делай выбор, Ковер. Спасти Эда, спасти остальных. Ну, спасти остальных, наверное, тип. Мне кажется, подход был какого. О, там таймер сверху. Какой-то подвох есть явно. А если я выберу сюда, но таймер буду дожидаться до конца, что произойдет. Выберет то, что у меня есть выбор на или не засчитает ничего. Как не знаю, мне интересно, что будет здесь таймер закончить. Что он тебя так подгоняет. Надеюсь, что все-таки если выберется, то выберется именно. Ну, выберется типа то, что у меня. Указано сейчас. Спасти остальных, типа, да? А, это поезд, да? Мужская. Ну, в принципе, я угадал. Поезд его не смог взять. Уф. Кловер, что же ты? Это за то, что я тебя таскал раньше? Тебе было больно, да, что ли? Ну-ну. В защиту этого решения было спасено немало жизней. Похоже, ты прав. Кловер лучше совершит пожертвование, чтобы стать героем. Довольно благородно, а, сироба? Столько подтекстов в таком сценарии. Думаю, он скорее из серых. Но все-таки же довольно благородно. Это был твой тест на суждение. Наверное, он таки пройден, дружище. Я буду там, где и обычно для твоей последней миссии. Эх. Увидимся. А там зеленые ножки. Видите, там как раз-таки, судя по всему, тот зеленый чел, который выбрался из тюрьмы или как? Эй, нас кто-нибудь развяжет? Не, я пошел тест проходить. Ха-ха-ха. Вы, ребят, погодите там пока что. Не уходите никуда, главное. Ха-ха-ха. Эй, это снова ты. Приятно видеть кого-то, кто видел места помимо этой пустыни. Не. Я, понятное дело, живу в этих краях. Но вот так здесь было... Но так здесь было не всегда. Я не помню ее уже, если честно. Дикий Восток наш меняется. Поднялась реальная шумиха. Очень много персонажей видим. И ненадолго при этом. Кажется, Нордстар и его команда стараются как могут. Так, а нам теперь снова в бар. Да, но для тебя я принимаю. Здорово. Мое терпение скоро закончится, Кловер. Ты ведь не планируешь за правду здесь остаться? Те придурки тебе не ровня. Так что настоятельно рекомендую тебе бежать отсюда в нужный миг. Постараюсь не отвлекаться от реальной миссии. Мне интересно, а что если с ним не говорить и не сохраняться вообще, например, на протяжении всего прохождения? Он как на тебя обидится или нет? Заподозрит что-то? Потому что с ним не хочется говорить. Лишний раз, если честно, какой-то говнюк. Уж больно. Здесь ничего нет вроде бы. Я даже как-то умудрился на секунду вырубиться. А что мне снилось тогда на посту в Сноудине? Пока я там дремала. Не пойми приватно, я не какая-то там лентяшка. Не так и просто быть королевским стражем. Настраивать гололомки, писать статистические отчеты, охрана постов. Слушать крики старой леди за порчу моста в Сноудине. Опаньки, я снова съехал из темы. Мне надо срочно выбираться. Такими темпами я начну болтать с собой. Но больше, чем обычно. Сейчас, сейчас выберемся, зайка. Сейчас, подожди немножечко еще. Чашка! Привет! Ты который из них? О, смотрите, это ж наш новичок. Че как шкет, славишь шафлеров налево-направо, а? Знаешь, быть главой известной банды это жестко. Че-то мне кажется, что то объявление не разыскиваются шафлеры, нет награды. Повесили именно они, чтобы просто привлечь внимание, но при этом не навлечь на себя беду. Ну, чтоб тебе прославиться дополнительно, да? Надо делать обход по этой подземке раз в какое-то время. Знаешь, мы же должны быть всюду четкими. А будешь отсиживать дно, тебя уважать не будет, шкет. Ладно. Так, ну давай, следующую миссию. Здоров. Блин, я аж горю. Все дела поделаны. Бандиты пойманы. Жизни сохранены. Опа, сохранены. Тогда почапали. В сборный последний звонок. Может быть с ним в конце будет сражение, кстати, полноценное, нет? Все сюда. Вы готовы? Вообще мы кое-что поговорить хотели. Ага. Насчет общей рабочей обстановки. Может позже. Давайте не отвлекаться. Короче, Кловер. На деле я тебя надурил. Четвертой миссии нет. То есть, как нет? Она была, но мы когда-то ее выкинули. В общем, все пройдено. Парам-парам-пам. А я говорил, что их три. Ты удостаиваешься звания замглавы этого славного городка. Погоди, заместитель? Я думал, это все ради просто членства в команде. Кловер слишком хорошо справляется для просто членства. Старк, это сложно назвать честным решением. Жизнь на Диком Востоке не всегда честна паря. Судя по всему, они все хотели стать заместителем, а мы типа тут бац. И такие по блату прошли. Чисто по человеческому признаку, да? Ребенок прошел тренировки, как и все остальные. И это были тренировки? Мы почти же ни шиша не сделали. Последняя миссия была особенно ужасной. Остыньте, лады. Тушите тут мой запал настроения. А тушите мой тут запал настроения, значит. Мне надо сбегать в шахты, чтобы там сделали значок. Так замотал все печи чехардой, что совсем забыл про это. Развлекайтесь, ребят. Мигом обернусь. Сейчас нас присанул здесь, да? Приятно, небось, а? Все то внимание, что тебе уделяют. Безгоду недели здесь. А стар уже делает замглавы. Безгоду неделя. Хороший выражение, конечно. Безгоду неделя, окей. С нами совсем не так обходились. Нам неделями пришлось проходить мастер-классы. Полосо. Мастер-классы. Чтобы мне стать членом команды, стар заставил меня ходить со змеей в сапоге целую неделю. Она была резиновой, но мозоли, что она мне натерла, были невыносимы. Ага. А еще меня заставляли обдирать монстров вблизь оазиса. Стар не заставлял тебя этого делать. Знаете чего? Это просто нечестно по отношению к нам всем. Кловер нуждается в испытании. Нам нужно понять, вправду ли ты стоишь вступление в наш отряд. А, они решили нас прессануть, пока старого здесь нет, да? Наконец-таки что-то реально интересное. Не просто так он проговорил про здоровье, как бы это было, скажем так, намеком на то, что надо сохранить все дела. Борзая четверка. Вперед! Да. Время борзеть. Я думал, что здесь по-любому должна быть какая-то битва. Вот и есть. Подготовиться, ухмыляться, отвлечь, проверить. Это. Атака 10, защита 10. Команда мечты. Но их я 100% буду сохранять. Так, значит, новый замглавы, а? А значит, ты легко вернешься от этого. Куда здесь уворачиваться? А, надо было вниз, понял. Нафига наверху держаться-то? Пахнет командной работой. Отлечь. Вы стреляете в колокол, вы слышите чудный звон. Тихо. Ой, изменился. Здравствуй, Клэвер. Приношил глубочайшие изменения, но скука меня мучила весь день. Тихо. Тык, тык. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Вначале по-любому нагреваешь, пока не знаешь, что вообще ожидать это так. Четверка спорит с друг с другом. Морей. Проверить отличку, убеждаются ухмолиться. Морей, так и 10, защита 8. Команда мечты. Карта какая? Хм, удачи. А-а-а-а! Ну-у! Понял. В центре держишься. В центре проще всего, и будет очень добраться. Четверка спорит друг с другом. Подготовиться. Укрепляйте свою позицию, пока вокруг вас крутится хаос. Ой, что вы так насели? О, привет! Мой черед сиять. Они все друг с другом меня. Ух ты, блин. Ай, понял все. Пока не знаешь, его надо так больше грибать. Благо они хотя бы бьют слабо. Так, Морей опирается на Эда, чтобы передохнуть. Давайте ее проверим тоже. Мучь, 10 атака, защита 6, командный мечты. Ну, типа, у них вся команда мечты написала. Ух, ни хрена себе. Но это стоит подкова на рельсах муча. Посмотрим, хватит для тебя на второй раунд, кроха. Так, не надо. Ух ты, блин. Типа. Ауч. Да ни хрена себе. Рейс практикует ловкость рук. Ухмыляться. Вы ухмыляетесь в ответ на выход и четверки. А они ведь стараются. Тихо, иди, хорошие. У каждого свой пулатак, и они меняются друг с другом. Прекрасную, ПТ-дворк? И ты превосходно справляешься, Кловер. Ты на готове? Нет. Так, понял. А, бить-ка. Значит, от цвета надо среагировать успеть, но... Я пытаюсь в какую сторону, какое действие и так далее. Не успел. Моры заостряются в угленок. Если что, хильнемся еще. Вы стреляете в колку, вы слышите? Так, понятно, мы его проверили уже. Так, народ, полно вам сдерживаться. Заходите с козырей. Так, что надо? Понял? Ни хрена себе. Ни хрена себе у них самонаводка. Пахнет командной работой. Подготовиться. Моя, моя очередь. Не трогай меня. Нифига себе, у них там мало места между этими монетками. Ауч. Это победоносно бьет кулаки друг от друга. Почему я опять муча проверять? Зачем? По принципу, там, если на паципизм делать, на сохранение, там просто тянут время на 2, да? Морей, хоть сюда, сюда, да совместим атаку. Ах, по счету за честь. Не надо тут совмещать атаки. А-а-а! Куда деваться-то? Ауч. Четверка решает, кто из них атакует следующим. Отвечь. Вы стреляете в колокол. Ну, понятно. Эх, муч. Конечно, конечно, эйс, я помогу Теперь у них совместные атаки Потом, возможно, они будут втроем бить, а потом в четвером Не будет так великодушен в следующий раз Ой, сейчас есть эти полетят, эти выстрелы Это будет жопа, да, они полетели, и жопа была Пахнет командной работой Ухмыляться Вы ухмыляетесь в ответ на выходе четверка, они ведь стараются Мы еще не закончили Готовься к моей сильнейшей ата... Эй! О, блин Пришел, что ли? Опаньки Что за черт возьми, ботва тут творится Ну давайте, мы тут раздумали, что твоих тренировок было мало Потому решили, что клавер нуждается в настоящем испытании Я разочарован в вас Во всех четверых Восемь недель мастер-классов Мастер-классов И ради чего? Я должен был запилить вас вместе с пернатой Стар, в чем дело? Ты был другим Да, настоящей злюкой Верно Было ничуть не весело О чем вы пустословите? Город никогда еще не был столь живым Вот что, все должно быть таким спектаклем? А? Скучаю по старому Нордстару Бесстрашному лидеру Монстру, что находил веселье в мелочах Новый Стар эгоистичен и безрассуден Или может стоит звать тебя как есть? Стоит ли, Старло? Да как ты? Что это за крики? Что происходит? Похоже, что моя бригада меня больше не уважает Это не так Мы просто хотим, чтобы ты зарубил себе где-нибудь Ты не можешь просто бросить нас из-за всей этой людской самотоки Не для того, друзья, даны Стар Все ясно Это просто зависть Зависть Изо всех щелей Кловер сильно лучше вас А вы не можете смириться с этим Кловер тут ни при чем Это все ты Нет, Стар полностью прав Кловер сильно лучше нас во всем Не сомневаюсь, что Кловер легко заменит весь отряд в одиночку Кому мы нужны, когда у тебя есть прекрасный зам главы? О чем ты? Я о том, что я все Я выхожу из борзой пятерки Лады? В самом деле? Давай, давай Без тебя это все равно будет борзая пятерка Сейчас станет четверка, тройка, двойка останется, да, в итоге? Грустенько выглядит Я тоже ухожу Такая классическая сцена распада компании Которая потом все-таки Один-то образом собирается, надеюсь, по крайней мере Я не хочу работать С себе на уме шерифом Похоже, жизнь подкинула тебе плохую карту, Стар Я с ними И он такой смотрит, знаете, с печальными глазами на последнем И такой, хоть ты не уходи, он тоже уходит Что-то мне это напоминает Прости, Стар Будь любезен поработать над собой Прощение в единственном твоем извинении Ну и ладно Я и так хотел вас распустить Сироба, ты хоть понимаешь, да? Ты-то хоть понимаешь, да? Они все башкой шмякнулись Честно, я его вразумит, я думаю Старло Они правы Ты сильно поменялся Совсем не тот монстр, которого я знал Я закрывал глаза на это все под предлогом, что довеселился, но Вся эта суматоха с Диким Востоком совсем тебя испортила Я хочу увидеть настоящего Старло Для тебя я Нордстар Улегся он сильно Синдром Ну, восьмиклассника такой Ну что ж Все ушли Ни бригады Ни друзей Мне Мне нужно все обдумать Я смогу все исправить А, сразу все-таки решился Все исправить Я думаю, сейчас он будет комедию ломать Что-то тебе до мне не надо ничего И так далее Грустник как-то Здорово, а я боялся, что ситуация ухудшится Твоя жизнь уже подготовила тебя ко всему Возможно, сейчас лучше время, чтобы убраться отсюда Ибо не считаешь Что все зашло слишком далеко Что бы ни случилось, желаю тебе удачи, Ковер Сохранится Теперь этот здесь спит Оставь меня в покое Хватит с меня этого городка Зуб даю И никто меня здесь не принимает всерьез Нет, они понимают Из какой я лиги Стоит мне лишь глянуть на кого И тут почувствовать настоящий страх Ну, есть исключения Странный тип, конечно А здесь у нас Здесь у нас теперь пусто, да Они все внизу, да Но там закрыто На так старую идти, я думаю, скорее всего И здесь тоже пусто практически Нордстар худший Ненавижу этого парня Верно? А теперь он говорит, что самый худший Он хотя до этого говорил, что он там такой хороший, такой крутой Все дела А я типа подплушала, что произошло там снаружи Ни хрена себе у тебя слух Уф Знаю, я не должна это ощущать Но может тебе стоит пойти за шерифом, ковер? Знаю, он наломал дров Но теперь он там совсем один Раз уж он тебе доверяет Может ты и разрешишь всю ситуацию? И он все еще нам нужен Ну, вытащить меня отсюда, конечно же Ну тебе какую лапочку Ты словно Ты сдюжишь, ковер Раз уж тебе покорились эти птичьи мозги И ты... И ты не вода стучишься Ну и ты птичьи мои мозги Ну погнали к нему Так, ты еще забыл Эй, малыш Прости за всю ту заварушку с поездом Обожаю отыгрывать злодеев Но я никогда не принимал во внимание чувства остальных Возможно, по итогу это и делает меня настоящим злодеем О, он здесь проломал этот самый проход, кстати Окей Тогда погнали сюда Думаю, сейчас как раз таки эту арку, скажем так, мы закончим с ним И на этом закругляться будем Привет Я бы надеялся, что Сардова побежал к своим предкам или еще куда Видимо, тебе все-таки придется с ним столкнуться Делай, что тебе дается лучше всего Не перестаю рассчитывать на тебя Окраина Или погодите-ка Возможно, что дальше будет драка с ним какая-то Или что-то еще такое Давайте, ребят, наверное, на этом моменте закруглимся на сегодня Мы сегодня уже много всего успели А тут Неизвестно, сколько еще Скажем так, в этой сюжетной части В этом вот В этой истории с этим городком Осталось у нас Давайте, ребят, встань на следующий раз Если сказано, что нам тебе предстоит сразиться с ним, возможно То, может, стоит Это тогда оставить на следующий раз Так что, ребят, на сегодня тогда мы с вами закругляемся Много всего успели Много с кем познакомились Приятно провели время, на мой взгляд Надеюсь, что, ребят, ты тоже кайфанули Прикольно так, что Undertale, когда вот так раз записываю Бывает такое, что Тема о чем-то заходит И я о чем-то из жизни такое упомянуваю Рассказан Надеюсь, что это тоже интересно послушать Тех, кого интересует, соответственно Подписывайтесь, ребят, на канал Мне будет очень приятно Я старался Остарайтесь комментарии на санкьюзио Тоже будет очень мне приятно Буду безумно благодарен за подписку на Boosty За поддержку меня там Очень для меня это цено Подписывайтесь на остальные соцсети Платформы, на которые я тоже параллельно веду Что вас интересует, соответственно Все ссылки с описанием под роликом А я желаю, ребят, с хорошей стороны Такого же дня Всем ночного встречи Всех пусть-пусть, ребят И всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok